здравствуйте дорогие друзья с вами снова ирина и наша рубрика уроки фэн-шуй если первое видео было посвящено так сказать больше тем кто работает у тельца то скорее всего то что я сейчас буду рассказать касается руководителей которые нанимают тельца на работу дорогие мои друзья вот если у вас работа и вы не знаете кому ее поручить поручайте ее тем людям которые ее в состоянии выполнить принципе за работу возьмутся все но сделает ее совершенно по-разному существуют знаки зодиака которые прекрасно себя чувствуют например отправляясь в командировки или занимаясь например общением с клиентами или вообще они просто предусмотрены для этого но на монотонной и нудной работе они приходят в полную пространство и беда руководителей бывает в том что они имея большой штат своих работников умудряются доверить работу но как говорится не посеньки шапка в этом случае говорят если вы немножечко разбираетесь в гороскопах и им верите вы можете удивительным образом изменить вообще специфику к работе в своем офисе огненные знаки например которым мы уже с вами говорили о них это лев стрелец овен они великолепным образом нацелены на то чтобы заниматься рекламой общаться с людьми у вас ведь наверняка ездить командировки например какие-то выездные там сессии у вас ведь наверняка вы нуждаетесь таких людях обопритесь пожалуйста на огненные знаки а там где надо сделать работу медленно но уверенно обратитесь пожалуйста к подчиненному телецу первоначально кажется что подчиненный телец сидит и ничего не делает на самом деле никогда его пожалуйста не подгоняйте лучше тельцам монотонную бумажную работу никто не сделает из тельцов вероятно могли бы получиться самые лучшие бухгалтера или например архивариуса они с большим удовольствием могут разбирать тонны документов систематизировать их и делать ту работу от которой некоторые знаки зодиака приходят в полный ужас так вот если у вас есть подобного рода работа пожалуйста обращайтесь тельцу телец относится к работе исключительно бережно аккуратно он очень кропотлив он очень внимательным деталям и мелочам поэтому в данном случае если вы правильно ставите приоритеты в своем офисе у вас будет порядок на всякие во фронтах поэтому самую трудную и тяжелую работу монотонную можете доверять тельцу и чем труднее эта работа тем более блестяще телец ее выполнит вот в этом есть великая благо и великая сущность тельца он не может ничего делать быстро ничего не могу сказать пришел увидел победил это не лозунг тельца но никто не может так долго и усердно возиться с теми вещами нудными как телец поэтому дорогие мои друзья вот вам первая подсказка где и на каких фронтах можно использовать нашего тельца как подчиненного и так напоминаю что тельцам подходит как подчиненным подходит вот именно такая вот рутинная работа их можно поставить посадить за компьютер за расчеты работа с деньгами в смысле какая работа с деньгами там где надо пересчитывать подсчитывать вести учет контроль вот там тельцы вне всякого конкурса женщины тельца это прирожденные секретарши не в том смысле в котором мы привыкли как бы уже некотором смысле фильмы и прочее действительно сопорочила несколько эту профессию но в исполнении тельца это совершенно блестящие секретарши в каком смысле начальник всегда может спать спокойно если ему куда-то надо поехать секретарши телец ему всегда продумает его маршрут билеты всегда будут подготовлены номер будет заказан кофе всегда будет в определенное время подан то есть все что необходимо начальнику он может смело перекладывать на плечи секретарши тельца она не забудет ни об одной встрече все у нее будет проконтролировано все записано обо всем она напомнит этот человек это душа офиса и вполне возможно что все вот эти вот такие важные моменты начальники могут перекладывать но в каком плане организационные моменты начальник может смело доверить секретарши тельцу она свое дело знает великолепно и никогда его не подведет то есть нигде срывов не будет ни в какой отрасли которой ей будет доверено поэтому дорогие мои друзья если вы поиска подыскаете секретаршу по деловым качествам внимательно пожалуйста смотрите на тельцов они исключительно выразительно в этом деле догонку пару слов о секретаршах тельцах во первых начальство может с ними советоваться по любому поводу поскольку тельцы практичны их советы весьма достойные и к ним имеет смысл совершенно прислушиваться кроме того женщины тельцы обладают великолепным вкусом поэтому очень прилично выглядят всегда ухаживают за собой всегда элегантно одевается поэтому за такую секретаршу никому стыдно не будет то есть это действительно профессия как будто бы созданная для тельцов и именно в этой профессии они прекрасно могут раскрыть свои деловые качества что собственно говоря тоже немаловажно ведь тельцу тоже хочется расти и быть замеченным поэтому в общем и целом одна из самых подходящих что удивительно офисных профессий это для женщин это быть секретарши или дело производителем потому что эти лица как будто бы действительно созданы для этого самого главного них и доверие в работу никогда не подталкивайте тельцов за шеи тельцы не умеют ничего делать быстро и когда их начинают подталкивать они пары приходят в прострацию они теряют нить и то есть этот даже комкает их отношение к работе поэтому доверьте и ставьте тельца с этой работой один на один будьте уверены вы будете в великом выигрыше еще один момент дорогие руководители которые касаются тельцов я почему-то внимательно отношусь ведь вам важно чтобы дело было сделано от начала до конца поэтому учитывая свойства характера тельцов не гоняйте их пожалуйста заделывать дел не заставляйте его делать 10 дел одновременно не вынуждайте его бросать начатое дело этого всего он не может вытерпеть по свойствам своего характера он любит начать дело и закончить его тогда вы можете ему доверить следующее дело а гонять его пойди туда сделай то брось это начнет это это важнее а и то брось начинай третье телец приходит в растерянность и в такой ситуации никогда своих деловых качеств не проявит вам он будет казаться медлительным каким-то узколобым это будет вызывать у вас конфликты если вы хотите его использовать на полную катушку и получить блестящий результат напоминаю никаких прерванных дел сделал дайте новое вот в таких условиях тельцы на работе очень привержены даже к собственному месту столу вот они привыкают к нему вот к расположению предметов которые они расставили например или там что вот его стол находится у окна даже если по каким-то обстоятельствам вы его пересадите за другой стол некоторое время он будет вообще не способен осознавать ситуацию только потому что у него что-то поменялось в окружении я почему говорю таких нюансов некоторые начальники скажут а что там этот телец кто мне сказал будет делать так ну это так конечно никто вам не возразит и будет всячески стараться вам угодить но ведь мы говорим сейчас о работе и о ее выполнении если вы хотите блестящий результат прислушайтесь к моим словам если вам нужен бардак хаос и полное непонимание можете поступать как считаете нужным в любом случае у каждого человека есть ключевые моменты если вы начать ломать это все знаете как если кого-то прокололи вилкой пока прокол не заживет человек будет об этом помнить и думать только об этом проколе для чего это нужно вот об этом и речь если создать нормальные условия и правильно эксплуатировать человека от этого выиграете и вы и работа и тот кто на вас работает вот поэтому я так много времени обращаю на вот эти вот нюансы итак напоминаю для продуктивной работы телецу нужна стабильность это мы уже обсудили но даже если вы ему не предоставить такой возможность телец будет конечно стараться при любых обстоятельствах на благо вас и фирмы хотя этому не будет ему доставлять дискомфорт и еще вот о чем я могу вам сказать поскольку телец является знаком материальным то долгое жить на низком окладе он будет просто не в состоянии если он поймет что как он не старается от начальства он не имеет никаких материальных благ поскольку поощрение оно и кошки приятно но в данном случае тельцов важнее ведь вы помните как у нас называют например золото золотой телец вот вам и ответы на все вопросы золото и телец вещи близко и близкие можно сказать родственные если не сказать едины поэтому низкие оклады это не для тельцов если вы по каким-то причинам будете его урезать или не добавлять ему зарплату то в данном случае можете на тельца длительное время не рассчитывать а я вам советую все-таки иметь лицо на работе поскольку это очень вдумчивые кропотливые ответственные люди это редчайшие качества для офисных и прочих работников поскольку это дорогого стоит летуны и болтуны это не подвиг для фирмы для производства а вот такие думчивые кропотливые умные стабильные люди на фирме всегда нужны но помните что за бесценок телец работать не будет это его право и вы его должны еще в догонку по поводу того почему у телец может уйти с работы дело в том что по специфике своего организма и по силе своего духа телец тяготей к тому что сам чтобы самому быть начальником если уж не начальником то работать на самого себя поэтому работая на вас он внутренне всегда имеет ввиду чтобы подкопить денег и открыть свое дело если работник для вас весьма ценный то вы должны его собственно говоря вот этот вот поход в собственное дело перебить окладом ведь бывают такие работники без которых в общем-то офис сильно пострадает я вам сейчас подсказала как удержать лица на работе дайте ему достойный оклад и он будет верой и правдой на вас работать если же в общем и целом он будет видеть что он старается и ничего не имеет взамен скорее всего он поищет работу в другом месте почему я еще так вам внимательно и и так долго об этом говорю дорогие мои друзья напоминаю подобрать работников на фирму это целая эпопея достойных работников найти которые действительно будут родить за дело это вообще можно сказать и немыслимое дело тельцы это соль земли их обязательно надо иметь на работе и обязательно их использовать в достижениях фирмы поверьте мне вы не останетесь в накладе вы будете удивлены насколько они трудоспособны ответственны здравы умны а те моменты которые они не выносят это не так трудно собственно говоря и упразднить напоминаю вот эти вот скоропостижные иди туда сделай то и так далее это не для тельцов не ставьте их пожалуйста и не лишайте их работу стабильность и еще один момент они должны заниматься для себя интересным делом если им интересно и при этом еще оклад соответствующий будьте уверены телец будет верой и правдой служить вашей фирме очень много лет а что ему интересно я вам сказала не вынуждайте его общаться с людьми не заставляйте его выступать на каких-то рекламных акциях и прочее это не для этого знака но например в расчетах в подсчетах в компьютерных работах ему равных нету вот там пожалуйста его задействуйте будьте уверены вы будете одарены судьбой впрочем не забудьте при этом одарите своего тельца мне осталось поставить яшинку на торте мой фактический характер тельца подчиненного уже разложили по полочкам надеюсь вы поняли что у вас ценное приобретение на фирме вот напоминаю если вы будете платить ему достойный оклад то телец остается с вами на долгие годы вообще тельцы не склонны менять место работы часто они очень привязываются к месту к фирме готовы служить ей верой и правдой единственное что их может вытеснить с работы это жалкий гонорар за их труды но если вам хватит мозга держать его на достойном окладе то честь вам и хвала и процветание вашей фирмы с вами была елена